Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вишма Татвудаса. Я являюсь членом Национального Совета Российского Общества Сознания Кришны. Преданные Национальному Совете поручили мне два года назад заниматься вопросами, связанными с влашнавской семьей, с формированием влашнавских общин, с помощью молодым парам, поддержки тех пар, которые существуют. То есть семейная тематика – это область моего служения, один из видов моего служения, которым я занимаюсь. Ну и ради знакомства я добавлю, что занимаюсь проповедью в Западной Сибири и отвечаю за развитие нашего движения в Новосибирске и Алтайском крае. В нашем движении, движение Шелкруппада я с 1988 года и надеюсь оставаться на нем пока позволит мне Шелкруппада. Тема сегодняшней встречи – это влашнавская семья. Тема настолько обширна, что конечно уложиться полтора-два часа невозможно. И те преданные, которые давно в движении, пожалуй, могут согласиться с тем, что очень много было сказано уже на тему семейной жизни в сознании Кришны, на то, какая она должна быть, какая она должна быть, каковы обязанности супругов, разнообразные обязанности преданных на этом этапе жизни. Но удивительно то, что с годами проблемы, похоже, повторяются снова и снова. Конечно, это не говорит о том, что не следует обсуждать эти темы, вахнут на это рукой. Но, видимо, есть какая-то коренная причина, почему же ситуация в наших семьях, в семьях преданных, не улучшается с годами. Я не скажу, что она плохая. Я просто хочу сказать, что она не улучшается. Она могла бы быть лучше. И, на мой взгляд, когда я размышлял, о чем можно сегодня поговорить, какая польза могла бы быть получена от этих полутора часов в эфире, мне показалось, что было бы важно уловить вот эту коренную причину. Почему существуют проблемы в наших семьях, семьях вачманов? Хотя ожидается, что это семьи преданных, что это семьи, состоящие из тех, кто пытается быть слугой Бога идиотом, уже является слугой Богом. Тем не менее, проблемы существуют. И когда я размышлял о сегодняшней теме, мне показалось необязательно говорить о каких-то деталях. Хотя сегодняшние вопросы, конечно, будут связаны с различными деталями, с различными вопросами практического назначения. Но мы сегодня не будем говорить ни об обязанностях мужа, по крайней мере, я не буду в своей краткой лекции. Я не буду говорить об обязанностях жены, я не буду говорить о том, как они должны общаться с родственниками или с непредными. Об этом будут, может быть, ваши вопросы. Но я бы хотел попытаться обнаружить вот эту вот причину, почему же семьи Ивашнавов, по крайней мере, здесь, в России, встречаются практически с теми же проблемами, что встречаются и семьи непредных. В чем причина? И, разумеется, какие-то проблемы, недоразумения в семейной жизни, они напрямую связаны в целом с нашей духовной жизнью, с энтузиазмом, который либо добывает, либо вновь возрастает. Семья – это те статисты, в которых протекает жизнь большинства из нас, те условия, в которых мы находимся. Очень важно, чтобы эти условия способствовали развитию нашей духовной жизни, развитию предности Кришны. Таким образом, мы будем говорить именно об этом. Как создать такую ситуацию, при которой мое увлечение к Святому имени, мое увлечение к Кришне будет возрастать. И первое, о чем мне хотелось сказать, о том, что же для нас, чем для нас является семья. Проблемы, существующие в наших семьях, связаны прежде всего с тем, что мы принимаем цель, точнее средство за цель. Таков мой тезис основной. Итак, мы путаем средства и цель. Что я имею ввиду? Я имею ввиду, что семья для Вашнава в действительности не является целью жизни. Это опять не означает, что мы будем пренебрегать семейными ценностями, и мы будем отмаскиваться от необходимости организовывать наши семьи, заботиться о детях, заботиться о близких. Нет. Просто утверждение следующее. Целью жизни для Вашнава является не семья. Семья не может быть целью жизни. Удачная, счастливая семья. Семья является средством достижения цели жизни. И принятие этого факта, осознание этого факта решает очень много проблем и отвечает на очень многие вопросы. Те самые вопросы, которые обсуждаются уже годами, снова и снова. Но ситуация не меняется. Почему? Потому что, в принципе, позиция семейного Вашнава, она должна быть правильно осознана. Семья не является источником конечного счастья для Вашнава. Есть много благочестивых людей в этом мире, которые известны как очень хорошие семьянины. Как те, кто заботятся о близких и о таких людях. Говорят, посмотрите, он посвятил своей семье всю свою жизнь. Он положил жизнь за своих близких, за своих детей. И такие люди в этом мире прославляются как редкие души. Это означает, что это совершенство жизни. Семья одна из тех ценностей, которые не являются вечными. Однако семья, несомненно, сама по себе является ценностью. Есть ценности вечные, и есть ценности, связанные с нашим пребыванием здесь, в материальном мире. Мы не можем пренебрегать материальными ценностями, такими как связанные с благочестивой жизнью. Это ценно. Но это благочестие в материальном мире является лишь средством достижения конечного совершения. Наша философия, философия Байшнау, утверждает, что на определенном этапе жизни человек даже отвергает благочестие. Ради чего? Ради того, чтобы полностью посвятить себя служению Господу. Это то, что сделали Гопи. Они полностью забыли об этих проблемах, связанных с тем, что такое хорошо и что такое плохо. Они поднялись над этим, поскольку их любовь к Кришне была полностью созревшей. Говорится, полюби Бога и делай все, что хочешь. Это означает, что если мы полюбим Бога, то, несомненно, мы будем делать как раз то, что нужно. Поскольку человек, любящий Бога, он, несомненно, будет исполнить его волю, а не свою собственную. Итак, семья обладает ценностью для обусловленной души. Семья может помочь подняться к достижению высшей цели жизни, а может и не помочь. Вопрос, как мы будем использовать то, что нам дано в этом мире, в том числе и всем миру. В какой позиции мы находимся в этом мире? Пришли ли мы в этот мир для того, чтобы эксплуатировать окружающих ради своего удовлетворения чувств? Или мы пришли в этот мир для того, чтобы принести благо другим? Это разные позиции. Есть благочестивые души, редкие благочестивые души в этом мире, которые способны посвятить себя, отдать себя служению другим. Например, отдать себя служению собственной семье, собственному роду, собственной стране. И в миру эти люди известны как герои. С них берут пример. Иногда люди этого мира говорят, посмотрите, какая чудесная семья. Посмотрите, как он заботится о своей семье. Вот так следует жизнь. Это совершенство. И те, у кого не получается жить таким образом, они начинают думать, что жизнь рухнула. Например, не так-то легко выбрать подходящего партнера, подходящего супруга, супруга. И это довольно редкое сочетание. Когда они идеально подходят друг другу. Более-менее идеально. В основном происходит так, что пары вынуждены терпеть друг друга. Это часть семейной жизни. И порой, когда приходят какие-то сложности, какие-то недоразумения в семейной жизни, нам может казаться, что вся жизнь рухнула. И это великая иллюзия. Потому что в действительности целой жизнью не является семья. Как сейчас, я слышал недавно о самоубийстве одного видного финансиста западного. Он потерял на этом кризисе уже несколько миллиардов и просто принял решение уйти из жизни. Но удивительный факт, у него остались еще миллионы. Но этот человек посчитал, что жить невозможно. Потому что миллиарды утеряны. И эти миллионы, которые у него еще остались, они не смогли утешить его. Подобно этому нам может казаться, что когда с семьей что-то не так, мы можем чувствовать, что рвется вся наша жизнь. Рушится вся наша жизнь. Пожилые люди, когда они обнаружатся, что дети вырастают. Те самые дети, в которых они столько вложили, они вырастают и уходят. Они чувствуют, что вся жизнь кончена. Иногда женщина может думать, что сегодня я разругалась со своим мужем. Это ужасно, вся моя жизнь рушится. Иногда мужчина может думать, что я не могу найти общий язык со своей женой. Я чувствую, что моя жизнь полностью разрушена. И это великая иллюзия. Ибо семья является средством достижения конечной цели. Для Вашнава конечной целью является не благо семьи, не благо Родины, земли, на которой он родился. Даже не благо человечества, для него для Вашнава является совершенством жизни, достижение чистой любви к Богу. Конечно, для того, чтобы достичь подобного уровня сознания, мы должны иметь особую квалификацию, особые качества. И основой этих качеств является способность отдавать себя другим. Способность проявлять жертву. И в этом отношении семья представляет из себя великую школу самоотдачи, служения и бескорыстия. В этом отношении даже сложности в семье, даже проблемы в семье, это великие уроки того, как стать бескорыстным и как научиться служить. Как научиться испытывать этот высший вкус. Не вкус эксплуатации, а вкус служения. Это та самая квалификация, которая так нужна нам для того, чтобы служить Кришне. Как мы будем служить Кришне, который сейчас скрыт от наших чувств, который недоступен нашему уму, нашему пониманию, о котором мы только слышали что-то из священных с нами, как мы собираемся служить, если мы даже не способны проявить жертву по отношению к тем, кто находится рядом. Таким образом, семья для Вашнава это способ очищения своего сердца от иллюзии господства. Вот иллюзии того, что я пришел в этот мир наслаждаться, удовлетворяя свои чувства. Семья предназначена для того, чтобы научить нас испытывать высший вкус. Вкус служения, вкус жертву. Этот вкус на некоторой степени доступен разумным родителям. Когда рождается ребенок, не сразу этот вкус развивается. Но ты вынужден заботиться о нем. Ты вынужден просыпаться ночью. Ты вынужден воспитывать его, выращивать. Вынужден работать для того, чтобы кормить его, ухаживать за ним. И ты чувствуешь, что это крохотное создание становится очень дорогим для тебя. И ты чувствуешь, как это сладко. А предлагать скакан сока себе, а ему отказываться от этого. Это сладость гораздо больше, чем сладость в этом скакане. Сладость жертвы. И это хороший признак. Это означает, что сердце начинает размягчаться. Мы начинаем обретать способность служить. Таким образом, семья для нас это великая школа очищения сердца. Школа бескорестной любви. Иногда говорят, что дети это учителя, наши учителя. Действительно, они приходят для того, чтобы научить нас бескорестной любви. И в этом отношении мы очень дорожим семьей. Мы дорожим этой возможностью, мы дорожим этой школой бескорестью. Мы не должны сбегать с уроков, как плохие ученики. Чувствую, что меня могут спросить. Сегодня будет контрольная. А я не подготовился. Мы не должны убегать с уроков. Мы должны принимать эти уроки и делать правильные выводы. Выводы о том, что мы пришли в этот мир служить. И так основе служить быть счастливым. И так один из выводов, которые мне хотелось бы сегодня озвучить. Это то, что для Вашнавы семья является ценностью. Но не высшую ценностью. Это ценность, связанная с возможностью развить ценные качества, о которых говорит Господь Читания. И не надо писать ничего на Тарадах и Судышно. А надо думать на Киртания Садахарии. Четыре качества, которые делают человека способным совершать бескорыстное служение Господу. А это значит непрерывное. Этими четырьмя качествами являются терпение, смирение, способность уважать, почитать других в соответствии с их уровнем. И нежелание славы. Отказ от прославления в собственной адресе. Все эти качества воспитываются в семье, когда мы признаем то, что делают для нас в нашей семье. Мы выражаем благодарность. Порой в семье много возникает проблем от того, что супруги не чувствуют благодарность за их усилия. В особенности женщины. Продолжая свое служение мужа, она годами не чувствует благодарности. А муж живет очень спокойно. Он думает, что все в порядке, она ничего не просит. Все в порядке. Почему должен благодарить за повседневные какие-то вещи? Но это накапливается с годами, в какой-то момент она взрывается. Для мужа полный шок. В чем дело, мы жили так хорошо. На самом деле, все это время она терпела. Просто терпела неблагодарность. И так в семье мы должны быть благодарны друг другу за то, что мы делаем, исполняем какие-то обязанности по отношению друг к другу. Таким образом, мы учимся приобретаем эту способность почитать других. Супруги разных характеров. Их разная природа. Это мужчина и женщина. Несомненно, будут недопонимания, будут противоречия. Просто по той причине, что они разной природы. Не потому, что один хороший, другой плохой. Просто один мужчина, другая женщина. Поэтому будет непонимание. Счастливая семья – это не та семья, где нет непонимания. Где нет проблем. А та, которая решает эти проблемы. Та, которая решает эти проблемы и таким образом углубляет свою любовь и доверие. И так, принимая разницу в наших характерах, мы обнаружим, как растет терпение в нашем сердце. Как мы становимся более гибкими, терпеливыми. Мы приобретаем это ценнейшее качество терпения. Возможно, мы будем недополучать того, что хотели бы от идеальной семьи. У меня у нас есть определенные представления о том, какой должна быть идеальная семья. Возможно, реальность будет иной. Но мы будем продолжать исполнение своих обязанностей. И так будет рождаться смирение. Так будет укрепляться, расти смирение в нашем сердце. Конечно, говорится, что самое сложное, это отказаться от ожиданий признания твоих заслуг. Это самое сложное. Можно быть терпеливым, можно быть смиренным, можно почитать других. Но отказаться от того, что кто-то это оценит, самое сложное. Но, тем не менее, это то, что мы также должны культивировать в семье тоже. Возможно, дети вырастут и не оценят всей жертвой своих родителей. Так оно и происходит по природе, как устроено природно. Но они будут исполнять свои обязанности, несмотря на это. Такова родительская любовь. И они будут делать это, даже если дети не оценивают этого. Так будет расти эта способность к бескорыстию, свободе, тщеславию. И так, семья это школа этих ценнейших качеств. И мы должны дорожить этой школой. Дорожить и этими учителями. Другое дело, что если мы полагаем, ошибочно полагаем, что семья это просто возможность удовлетворять чувства. Что это некая благочестивая структура, дающая возможность удовлетворения чувств. И тогда что делают люди? Тогда они пытаются сохранить так называемую любовь. Люди этого мира пытаются это делать. Тысячелетиями. Снова и снова. Из поколения в поколение. Семья это попытка сохранить любовь, которая была в начале. У нас была эта любовь. Теперь ее чувствую, она угасает. И это ужасно. Что делать? Как сохранить нашу любовь? Может быть лучше одеваться? Может быть улучшить внешность? Может быть как-то по-другому себя вести? Какие-то приемы? Какие-то определенные методики? Как сохранить любовь? Но удивительно то, что люди этого мира, они пытаются сохранить то, чего не было. Ибо любовь означает способность действовать ради блага другого. Ради блага объекта своей любви. То, что было в начале, это вспышка, называемая влюбленностью. Попытка продлить вспышку абсурдно. Вспышка это то, что возникает и гаснет. Вспышка не может быть протяженной во времени. Конечно, несколько затянетой может быть. Но это что-то ограничено. Таким образом, все эти попытки, так называемое, сохранение любви, это еще одна иллюзия. Исходящее из понимания того, что семейное счастье это цель жизни. Нет. Влюбленность это состояние, дающее некоторое размягчение границ нашего ложного юга. В этом состоянии влюбленности мы способны учитывать мнение объекта нашей влюбленности. И тогда мы чувствуем, что наш характер меняется, мы обретаем какие-то новые удивительные качества. Но как только цель взаимоотношений достигнута, все возвращается на круги своя. И тогда он говорит ей, она ему, я не знал, что у тебя такие качества. Я не знал, кто ты на самом деле. Когда я познакомился с тобой, ты был совсем другим. Когда я познакомился с тобой, ты была совсем другой. Куда что делась? Но в действительности просто закончилась эта физиологическая реакция, называемая влюбленностью. Люди пытаются сохранить не любовь, они пытаются сохранить это возбуждение. Но любовь на самом деле реальна в семье. Просто важно понять, что она из себя представляет. Это любовь, это способность принести жертву ради любви. Действовать ради его блага настоящего. Возможно, эти действия неприятны мне самому. Возможно, я бы предпочел действовать так, чтобы мне было приятно. Но поскольку это нравится объекту моей любви, это для его блага я буду действовать именно таким образом. Какая-то удивительная история из романина, описывающая суть настоящей любви. Когда Барата пытался вернуть Рамачандру обратно в Айодхи из леса. Он испробовал все методы, обращаясь к одному, к другому, к третьему, к родственникам Рамачандры, к родственникам Ситы, к духовным учителям и так далее. Наконец, на общем собрании выступил Барата и выступил Рамачандра со своими доводами. И Джанаке Махарати был председателем. Он сказал, любовь к Барате пересилила доводы Рамачандры. Рамачандр должен вернуться из леса. Все собравшиеся были в восторге. Огромный шум поднялся. Барата победил. Барата умолил вернуться из леса Рамачандру. Но тут Джанаке Махарати поднял руку. Все затихли. Он сказал, что если ты действительно как любишь Рамачандр, тогда ты должен поступить так, как он там хочет. Рамачандр сказал, хорошо, я принимаю. Да, я царь. Я вернусь из леса. Точнее, я царь, не ты. И поскольку я царь, то я повелеваю. Я остаюсь в лесу. Барата должен был принять. Почему? Потому что он любит Рамачандру. Как можно поступить вопреки желаниям любимого? Хотя его желание было такое, чтобы Рамачандр вернулся обязательно. Как же так, без него невозможно жить. Все его так любят. Но любимый хочет иначе. У кого любовь? Но в нашем случае, в этом мире, мы просто используем друг друга ради удовлетворения своих желаний. Ты как раз тот, кто будет удовлетворять мои чувства в большей степени. Поэтому я люблю тебя. Я не могу без тебя жить. Этими высказываниями напомнили произведения искусства. Кинематограф, литература, поэзия. Этот призыв, я не могу без тебя жить, он звучит очень возвышенно для людей этого мира. Посмотрите, какие возвышенные отношения. Он не может жить без нее. Но разве это любовь? Любовь означает, что я живу для тебя. Это будет любовь. А не так, что я не могу без тебя. Ты мне нужна. Это я тебе нужен. Пожалуйста, возьми новую жизнь. Сделай с ней то, что ты хочешь. Это любовь. И подобное бескорыстие, конечно, совершенство такого бескорыстия, это взаимоотношение с Богом. В этом мире мы учимся такому бескорыстию, служа друг другу, добросовестно исполняя обязанности, которые возложены на нас самим Богом для нашего очищения. И такими семья наполнена разнообразными обязанностями. И исполнение этих обязанностей, они налагаются самим Господом для нашего блага. Чтобы мы обучились бескорыстию и способностям жить ради других способностей служить. Итак, то, о чем я, прежде всего, хотел сказать сегодня. И, на мой взгляд, этот довод, он может ответить на многие вопросы сразу. Это то, что семья не является высшей ценностью для Вайшна. Но она является, несомненно, очень ценной для обретения качеств необходимых для достижения высшего совершенства. Таким образом, семья является не целью жизни счастливого семья, семья является средством достижения конечного совершенства. Поразмыслив над этим, мы найдем много ответов на свои вопросы. Просто размышляю об этом. У нас сегодня много вопросов. И, как один предный сказал, ты только начни. Какая тема у тебя сегодня? Я говорю, Вайшнарская семья. Ну все, ты только начни. Поэтому мы начнем отвечать на вопросы сегодня также. Я сразу хочу сказать, что я не хотел бы быть тем самым оракуловной матрицей. Который выдает истинные ответы. Я не претендую на такую истину в конечной инстанции. Просто некоторый опыт пребывания в движении шелпропады 20 лет последних. Некоторый опыт семейной жизни. Мы живем с женой 18 лет. У нас двое детей. Некоторый опыт преодоления сложностей в семье. Все это есть. И я просто, исходя из своего опыта, мог бы поделиться своим опытом. И это что-то вроде разговора такого на кухне сегодня. Я не читаю лекцию сейчас о том, какой должна быть 18 семья. На самом деле семья будет такой, какой ее сделают два человека. Мы можем просто делиться этим опытом, знанием. Но мы не можем навязать человеку, заставить его быть влачновым домохозяином. Это его выбор, в конце концов. Конечно, вопросы опять связаны с положением жены, с положением мужа. Уже много раз обсуждаемые вопросы. Может быть, сегодня вы услышите еще одно мнение по этому поводу. И я надеюсь, это мнение как-то немножко обогатит вас. Но то, что все-таки я сегодня сказал о том, что семья является средством, а не целью. Это кое-что. Пожалуйста, поразмышляйте об этом. Так мы, может, перейдем к вопросам. Есть похожие вопросы, и я прочитаю один из них. Василий. Василий задает такой вопрос. Один знакомый, старший предный, живет в семье непредных. Жена и дети. Очередно, они непредные. Говорит, случаются срывы, конфликты. Живет так около 10 лет. Ответил мне, что шратха не пропадает. Но переубедить своих так и не удается. Как лучше всего продолжать служение в таком случае? На чем больше сосредоточиться, чтобы изменить ситуацию? Возможно, есть особые методы влияния на близких. И просто хочу, чтобы поделились опытом таких ситуаций. Дорогой Василий, спасибо за вопрос. Это довольно распространенная ситуация. Довольно типичная ситуация. В действительности мы не рождены в семьях, традиционных семьях ващнавов. И мы не рождены в стране, где ващнавизм является общепризнанной религией. Поэтому такие ситуации повторяются снова и снова, когда один из членов семьи проявляет интерес к сознанию Кришны. Его интерес углубляется, но он не находит понимание среди близких. Что делать в такой ситуации? Сегодня на утренней лекции после Бабхата мы немного говорили об этом. Мы говорили о том, как должен строить взаимоотношения практикующий преданной здесь, в этом материальном мире. Мы находим наставление наших ачарьев о важности правильного общения. С одной стороны, нас предупреждают об опасности Джана Санга. Материалистичного общения. Общения с разными видами материалистов. Шесть категорий Бабхата описывает. Вот так вот. Итак, Джана Санга. Общение с материалистами. Оно будет разрушать нашу духовную жизнь. С другой стороны, дается наставление о том, как отвергать неблагоприятное общение. И это является элементом нашей духовной практики. Нам очень важно понять, что из себя представляет общение. И что они являются таковыми. Итак, мы живем среди людей. Нас окружают родственники. Нас окружают сослуживцы на работе. Нас окружают соседи. Нас окружают прохожие, продавцы, покупатели в магазине. Так много людей вокруг. Но дается указание не общаться с материалом. Означает ли это указание на физическую изоляцию? Конечно, нет. Видимо, нужно понять, что из себя представляет общение. Как жить среди непредных и не растерять свою преданность. Вкратце, это довольно объемная тема, но вкратце, суть в том, что общением является сердечный обмен. Обмен тем, что мне дорого в жизни. Но общением не является, например, исполнение профессиональных обязанностей, когда люди по работе общаются. Общением не является взаимоотношения на уровне исполнения долга. Общением называется тот случай, когда я делюсь здоровенно, когда я делюсь тем, что мне дорого в жизни. Или воспринимаю от другого человека, что ему дорого в жизни, чем он дорожит. Это общение. И, что касается правильных взаимоотношений с непреданными, то этот момент проясняет Челдак Нортаход. Джаред Хамнион дает наставление по тому, как нужно общаться с разными живыми существами в этом мире. Он говорит, что практикующий предан с любовью будет общаться с любовной личностью Бога. Он будет проявлять дружелюбие по отношению к преданным Господу. Он будет проявлять сострадание к непреданным, к невинным душам, ничего не знающим о Господе. И он будет проявлять равнодушие по отношению к тем, кто враждебно настроен к Господу и к преданному служению. Таково и вкратце наставление. И если так случилось, что наши близкие не разделяют наших взглядов, нашей привязанности к Кришне, то что нужно делать в этой ситуации? В этой ситуации нужно исполнять свои обязанности. Нужно исполнять свои обязанности в соответствии со своим положением. Обязанности мужа, отца, обязанности сына, в зависимости от того, с кем они имеют дело. Эта деятельность соответственно сама по себе. И уклонение от долга является грехом. Было бы непростительной ошибкой считать, что если кто-либо не принимает наших представлений о ценности сознания Кришны, то это наши враги. В действительности преданный будет проявлять доброту ко всем живым существам. Говорится, что настоящая любовь существует между живым существом и Верховным Господом. Но в материальном мире эта изначальная према преобразуется в форму доброты. И эта доброта проявлена таким образом, что она выглядит на практике как дружба с предными, как сострадание к непредным и как равнодушие к делам. Так появляется изначальная любовь живого существу. И живя среди непредных мы должны тщательно исполнять свои обязанности. Но те самые обязанности, которые налагает на нас Господь, не сами непредные, но сам Господь. Например, Вы можете прийти на Новый год к своим родственникам, выразить им почтение, принести подарки, поздравить. Свои близкие Вы пришли, поздравили их, обняли, поцеловали их. Семейная ситуация. Но кто-то из них вдруг может решить предложить Вам бокал шампанского за Новый год. С Новым годом, с новым счастьем. Если Вы откажетесь, это не является грехом. Это не является уклонением от исполнения предписанного долга. Этот долг предписывают эти люди. Но предписанный долг, на самом деле, он исходит из шастушки. Мы должны почитать родителей. Мы должны любить и заботиться о своих детях. Это наставление самого Господа. Но мы будем делать это так, чтобы это не разрушило нашу преданность. Мы будем делать это в контексте культуры врачного окна. Видимо, этот пример, этот преданный, о котором говорит Василий, живет как раз таким образом. Поскольку его шратха не пропадает, как Вы пишете. Видимо, он исполняет свои обязанности и его близкие обретворены. Нужно поступать таким образом. В какой ситуации будет расти доверие к преданному. И тогда, возможно, близкий появит интерес к тому, что дорого ему. Но если недостаток доверия, недостаток вот этой атмосферы взаимного доверия и любви, то новое увлечение сознанием Кришны будет воспринято с опаской, с опрессией даже. Часто происходит так, что преданный, приходя в движение сознания Кришны, ведет себя таким образом, что у людей возникает ощущение, что они теряют Его. Раньше ты был моим, сейчас я чувствую, что ты стал чужим. Такой эффект. Но разве это тот эффект, который возникает при развитии преданности? Шастра говорит, он дорог всем, и все дороги Ему. В этом направлении мы должны развиваться. Это признак правильного развития. Не так, что наш приход в движение сознания Кришны привел к катастрофе, к крушению человеческих судеб. Значит, все это не на основании. Еще один вопрос от Матаджи из Петербурга. Немножко такой веселый вопрос. Насколько можно проявлять нежность и заботу друг о друге, мужу и жене на людях? Можно ли, например, идти держать за руки? Или строго прогул впереди, Матаджи сзади, семенитно почтительным расстоянием, глаза в пол и тому подобное? На мой взгляд, это должно быть что-то естественное. Я думаю, что держаться за руки – это предусудительно. Конечно, это зависит от той ситуации, от тех обстоятельств, в которых мы находимся. Если мы находимся в храме, если какая-то ситуация поклонения божествам идет, какая-то церемония, либо это ягья происходит. Естественно, здесь особый этикет поведения. В этом случае муж и жена вообще в разных сторонах находятся, в помещениях. Если вы на прогулке вдвоем, почему вы не можете идти летом? Конечно, Вайшнава избегает какого-то фамильярного поведения на публике. И это не соответствует самому духу, духу преданности. Но, вместе с тем, это не должно быть что-то искусственное. Не должно быть что-то искусственное. Естественное проявление нежности супругов друг к другу, они укрепляют отношения. Женщине приятно, на самом деле, когда она чувствует внимание мужчиной и это видят окружающие. Женщины в сознании Кришны, жены в сознании Кришны должны защитить своего мужа от желания ходить за руку с кем-то еще. Жена таким образом будет защищать своего мужа, ум своего мужа. Она будет одеваться для него, она будет выглядеть так, как он того хочет, она будет вести себя так, как он того хочет. Но его толк продвигаться в сознании Кришны. Иначе, взявшись за руки, они его идут очень-очень в темную область существования. Поэтому беритесь за руки и танцуйте в хирцами. Чем по сути является помолвка? На каком этапе развития отношений она объявляется? Помолвка в нашем движении это не совсем то, что является помолвкой. Так сказать, в мирской жизни. Мы просто называем это помолвкой. Как-то, видимо, не нашлось более точного термина. Но традиционно помолвка, насколько я знаю, это обручение. И с этого момента, как на Руси считалось, что это мой суженый, это моя суженая. И в некоторых традициях с этого момента они уже носят кольца. То есть это уже обязывает к чему-то. Фактически они находятся в статусе жениха и невестника. В нашем движении мы называем это помолвкой. Помолвкой называем то, что на самом деле является знакомством. И предлагаемый порядок формирования наших пар супружеских таков, что, с одной стороны, мужчина слышит о какой-то женщине. Женщина слышит о желании определенного мужчины познакомиться с ней, общаться с ней. И какие-то старшие преданные знакомят друг с другом, представляют друг другу. И если, уже заранее обсудив с тем и с другим, готовы ли они встретиться и обсудить дальнейшие шаги. Если они не против, то устраивается такая встреча. И это, собственно, и есть помолвка. Встреча предназначена для того, чтобы представить их друг другу. И договориться о том, чтобы в течение какого-то периода, минимум, может быть, предлагается 6 месяцев. В нашем случае 6 месяцев длился этот период. В течение которого они общаются друг с другом в рамках какого-то служения совместного. Получи узнают друг друга. Выясняют свои взгляды на жизнь. Выясняют свои взгляды на возможную супружескую жизнь. Как она им видится. Так много вопросов друг к другу. Люди узнают друг друга. И этот срок, он вовсе не обязывает, на самом деле, жениться в течение этого срока. Вот это срок, в течение которого эти предные общаются друг с другом, занимаются каким-то совместным служением. И если они приходят к выводу о том, что, пожалуй, это не тот человек, с кем я хотел бы связать свою жизнь дальнейшую, то нет никаких проблем. Они просто прекращают эти отношения. И нет никаких, так сказать, сердечных мыслей в связи с этим. Нет никаких потрясений и непонимания окружающих предных. Это делается для того, чтобы и защитить умы и окружающих предных. Когда мы слышим, что объявляется помолка двух предных, мы понимаем, что настал период, в течение которого они будут принимать решение. Важное решение. Отдумывать, точнее, важное решение. О том, прожить эту жизнь вместе или, может быть, не стоит. Или прожить ее с кем-то еще. Этот шаг, который мы называем помолвкой. Это вовсе не начало их семейной жизни. Я знаю множество случаев, когда с этого момента предные вдруг неожиданное решение принимают жить вместе. Давай попробуем. Что из этого выйдет? Ну, не получится, но как бы это помолвка была, нет проблем. Некий пробный брак. Это не то, что принято в нашем движении. По крайней мере, это не то, как будет действовать преданный, планирующий какое-то духовное продвижение. К сожалению, похоже, это уже становится чем-то привычным. И это разрушительно на самом деле. У нас нет четких восстановлений в отношении супружеской жизни. И это неправильно. Некоторые предные полагают, что это просто дело семейной пары. Пусть живут, как хотят. Не троньте. Это моя личная жизнь. Как ответила одна из матаджи, когда ее духовный учитель сказал, ты не должна вторгаться в чужую семью. Ты не должна выводить мужа из этой семьи. Ответ был такой. Это моя личная жизнь. Давайте мне духовное наставление. Какая связь. Для Вашнала вся жизнь духовная является. Не только в момент, когда мы сидим с четкими в руках. Вся жизнь духовная по определению. Вся жизнь предназначена для того, чтобы развить любовь к Богу. Джаба предназначена для этого. Кирта, Прасад, семья, работа, дети, родственники. Все предназначено для того, чтобы усилить мою преданность Кришну. А не увести меня от Него. В этом смысле, конечно, мы должны быть внимательны. Итак, помолвка это в нашем случае, это всего лишь представление предметов друг другу. И объявление срока, испытательного срока, в течение которого они будут обдумывать свои дальнейшие дни. Может ли Матаджи, если она живет вместе с другими Матаджи, незамужними, считать себя брехмачерией? Не нужно ли ей это? Не является ли для нее такое положение неестественным? Нормально ли это, если у Матаджи есть желание выйти замуж? Как преодолеть страх признать в себе это желание? Милые, милые люди. Почему так сложно все? Почему у нас так сложно? Так сложно все. Одно из качеств порядного – простота. почему мы должны преодолевать в себе страх признания желания семейного счастья? Это что-то типа страха такой. Что-то странное. Давайте мы признаем простой факт, что мы живем в материальном мире. Давайте мы признаем простой факт, что мы относимся к категории обусловленных живых существ. Это факт. С этим никто не должен спорить. Мы обусловленные живые существа. И это означает, что у нас есть материальные желания. Мы должны это признать. Не пытаться делать вид, что их нет. Такие попытки болезненные. Давайте мы честно признаем, что у нас есть материальные желания. И давайте мы искренне интересоваться будем тем, как исполняются эти желания в соответствии с волей Бога. И давайте, если уж говорить о страхе, то обстояться жить не по его воле. Вот это тот страх, который может присутствовать в сердце преданного. Есть такой термин, он не вайшнавский может быть, не традиционный вайшнавский, а скорее христианский. Богобоязненность. Богобоязненность означает не боязнь Бога, а боязнь жить не по-божеству. Боязнь жить не так, как он того хочет. Стремление жить благочестиво в соответствии с волей Бога. Желание иметь семью очень естественно, и это все равно, что бояться быть мужчиной или женщиной. Это нечто естественное. Вопрос в том, что мы делаем с этим желанием. Какой будет наша семья? Вопрос в том, что я хотел бы, чтобы все маты уже были замужем. Это важный момент. Мы должны стремиться к этому. На самом деле это одна из важных задач лидеров нашего движения. Не так, что мы эту проблему под ковер запихиваем. Решайте свою проблему, как хотите. Нам надо проповедовать. Люди приходят в наши движения, и на этом их жизнь не заканчивается. Они хотят прожить всю жизнь в сознании Кришны. Это означает, что на протяжении этой жизни у них должна быть семья, у них должны быть дети, у них должны быть близкие. Все это должно быть. Если мы открываем источник вечного наслаждения, мы читаем там о Кришне, мы читаем там о жителях Фриндауна, как они жили, у них свое хозяйство, у них дети, у них родственники. Все это есть. И при этом они считаются высочайшими преданными Господа. Почему они должны бояться быть семейными людьми? Мы не отпустили. К счастью. Вот поэтому, если мы посмотрим на последователи Господа Читания, огромное количество домохозяев, по-настоящему святых. Окружали Господа Читания. Поэтому стремление к счастливой семейной жизни – это нормальное человеческое стремление. Тем более, если это речь о томатже. Более того, это ее религиозный долг – быть хранительницей очага, расти детей. Это ее религиозный долг, предписанный долг. Это долг, который предписывает Господь. На этом поприще она может быть полностью удовлетворена, если она будет вести себя правильным образом, в соответствии с наставлением. На этом поприще – это ее круг шедра. Это то, что она может предложить Господу. Своё служение в семье. Скорее, мы должны бояться того факта, что мы не обучаем наших матерже тому, как вести семейную жизнь. Вот это тот страх, который должны испытывать лидеры на самом деле. Мы должны давать образование, как вести семейную жизнь правильно. Мы должны давать ясные, четкие наставления, в том числе для матерже. Эти наставления простые. Папа говорил, что женщина должна хранить дом в чистоте и хорошо готовить. Нам кажется, что это что-то такое простое. Совсем простое. Но вы попробуйте это сделать, дорогие жены. Вы увидите, как изменится ваше мужья. Если просто в доме чистота. И если приготовленный ужин. Все меняется. На своем опыте, я скажу, я чувствую счастье от этого. Я чувствую, что я хочу служить Кришне в такой ситуации. Поверьте. Очень просто. Жена очень могущественная. Есть этот принцип. Чистота рождает религиозность. Чистота – наша сила. Так много высказываний о чистоте. Просто если женщина имеет навык поддерживать чистоту в доме. Это великое оружие против мари. Но мы думаем, что это что-то такое. Это необязательно. Давайте поговорим об отношениях. О тонкостях отношений. О тонких психологических трюках. Как манипулировать мужем или женой. В самом деле, просто чистота в доме. Огромное количество вопросов и проблем решается. В йога сутрах есть наставления о яме и не яме. Описывание ямы. Патанзеле там пишет, что чистота, удовлетворенность и религиозный пыл. Три из пяти не ям. И он говорит о том, что вот этот религиозный пыл, желание, энтузиазм совершать практику, он как раз вырастает из чистоты и удовлетворенности. Если нет чистоты и если мы раздираемы неисполненными желаниями, невозможно совершать духовные практики. Таким образом, жена очень могущественной становится, если дает возможность жить в чистоте и дает возможность удовлетворить какие-то насущные потребности. У него появляется энтузиазм совершать тапос, совершать усилия в духовной жизни. Я уже отвечаю заранее на другие вопросы. Пожалуйста, дорогие матыжи, защитите нас, защитите своих мужей такими простыми усилиями. Просто хорошо готовьте и наводите порядок у себя дома. Это великое участие в миссии. Ваши мужья станут духовно сильнее только от этого, просто от этого. Ваши отношения улучшатся. Не думайте, что потребуется что-то гораздо сложнее и тоньше. Насколько сильно влияет на будущего ребенка духовный уровень родителей? Насколько важно быть инициированными, брахманами, провести вилах и яги, дозачатие и тому подобное? Несомненно, что сознание родителей влияет на будущее потомства. И существуют методы того, как очистить свое сознание, духотворить его, поднять его. И мы не должны пренебрегать этими возможностями. Эти возможности повышают вероятность прихода возвышенного душ в качестве наших детей. И мы можем пренебречь этим. С другой стороны, конечно, если это молодая пара и можно представить себе, люди только что поженились, узнали о сознании Кришны, пришли вместе в наше движение. Когда еще они станут брахманами, еще надо подождать. Это их личное дело. Если они готовы ждать, если они готовы действительно к тому, чтобы приобрести настоящую духовную квалификацию и уже потом заводить детей, это их право, это их выбор. Если они таким образом не настроены, то, тем не менее, нужно попытаться сделать все возможное, исходя из ситуации. Собираясь завести ребенка, я советовал повторять в этот день 50 кругов жахтов будущим родителям. Хотя бы это вы можете сделать. Вы можете попросить благословения у возвышенных ваших малов. Вы можете сделать пожертвование в храм в этот день. Считается благоприятным сделать пожертвование на проведение поклонения Божества в этот день. Сделайте все возможное, если считаете, что зачатие нужно немедленно. Жизнь не терпит. Это ваш выбор. В конце концов, конечно, Шабрапада говорил, что дети, рождаемые в нашем движении, это необычные дети. Давайте мы будем соответствовать членам движения сознания Кришны. И Кришна будет заботиться нас, понимая наш реальный уровень. Возможно ли счастливую жизнь убрать между двумя преднами, если родители так или иначе не дали своих благословений на это? Может быть, да, может и нет. Это зависит от того, о ком идет речь. Кто эти двое преданных. Если это в действительности воздушного Ашнава, то насколько они воздушны, насколько в меньшей степени это зависит от мирских благословений. В конце концов, если человек полностью предан Кришне, говорится, что он вообще никому ничего не обязан. Он больше не нуждается ни в каких благословениях этого мира. Он служит Мукунде. Он уже не должен ни предкам, ни полубогам. Он служит Мукунде. Все. Итог. Дершина. Поэтому о ком идет речь? Кто эти двое преданных? Если это начинающие предане, имеющие кучу материальных желаний, тогда они будут зависеть от благословений родителей. Поэтому нужно приложить все усилия к тому, чтобы найти общий язык с родителями. Так или иначе. Умолить их. Уговорить их. И так далее. Это великая сила. Родительские благословения. Это, к сожалению, я понял это только уже с годами. И теперь сам я стараюсь, может быть, не каждое утро, но, по крайней мере, почаще благословлять своих детей каждое утро. Пусть у тебя этот день пройдет хорошо. Пусть у тебя в школе все будет хорошо. Желаю тебе этого. И так далее. Очень сильный момент. Вот тем более вступление в брак. Поэтому, если эта ситуация, когда вы не получили благословений, но, по крайней мере, получите их задним числом, добивайтесь этих благословений снова и снова. Как правило, это происходит просто в силу того, что мы пренебрегаем родителями и они чувствуют, что они брошены. Вовсе не потому, что сознание Кришны само по себе это плохая философия. Не в результате философского анализа люди так относятся к преданным. Просто так преданные не совсем верно ведут себя. Поэтому, если есть возможность, все-таки нужно снискать эти благословения. Даже если семья существует уже какое-то время, эти благословения нужны для того, чтобы ваша семейная жизнь была счастливой. Считается, что матаджи отвечает за нравственность в семье. То есть, она должна пробуждать в праву не вожделения, а разум. А как это делать на практике, если матаджи зачастую в чувственной натуре? Как проявлять нежность и заботу? То есть, не быть холодной и каменной, но при этом не вызывать в праву вожделения. Я думаю, не стоит бояться вызывать в праву вожделения. Оно там уже есть. В достаточной степени. Проблема не в том, как его не вызвать. Проблема в том, что с ним делать. Поэтому считается, что, ну, по крайней мере, это касается большинства пар. И в обществе преданных в том числе. Оно уже есть. Поэтому следует... Первое, что нужно сделать, это направить его правильным образом, негреховным образом. Это программа минимум. Чтобы вожделение... Это моногам... Точнее, полигамная природа мужская. Она не выплескивалась. Поэтому существует институт брака. Существует определенное установление правила, указывающие на необходимость взаимоотношений между одним мужчиной и женщиной в браке. Это первая регуляция. Не так, что жена ведет себя таким образом, что не вызывает непривлекательным образом. Но при этом вожделение, которое находится в муже, оно ищет выхода где-то еще. Это недопустимо. Жена является защитником ума мужа. Не совсем верное утверждение, что Матаджи отвечает за нравственность в семье. Точнее, Матаджи отвечает за эмоциональную атмосферу в семье. Это точно. Она формирует вот этот эмоциональный климат. Вот. Таким образом, жена будет защищать своего мужа. Таким образом. Она будет защищать его, как говорится об этом в третьей песне Шиман Багот. Подобно коменданту крепости. Вот. Она защищает его от вожделения. Что делает комендант крепости? Он выходит на стены крепости и высматривает. Кто там хочет залезть на стену. И тут же впускает в него стрелу. Или поливает кипяточком, чтобы не лез куда не надо. Жена защищает ум своего мужа, направляя его ум на себя. Это первая регуляция. Но не единственная. Но это та регуляция, к которой невозможно перепрыгнуть. Ум мужчины должен быть сконцентрирован на одной. И вот эта вот способность, женская способность, это великое искусство. И вместе с тем, на самом деле, ее религиозный долг. Удерживать ум мужа на себе. А его долг удерживать свой ум на Кришне. Тогда все приходит в гармонию. Не так, что он просто покорно следует мне, как духовному учителю. И становится подкоручником. Нет, это подобно тому, как я приводил пример. Пир. Когда кто-то приходит на пир. Различные дьявства. Украшения стола. Различные блюда. Сулящие наслаждение. И вы приходите и говорите, нет, спасибо, я сыт. Так. Но не так, что вы приходите и нечего есть. Тогда вы просто идете в столовую. Поскольку дома нечего есть. Вот. И это та ситуация, которая не должна быть. У мужчины должен быть привязан, направлен на собственную жену. Его вот этот вот интерес, так сказать, женский интерес, он должен быть направлен на одну личность. Конечно, ожидается, что у предного мужчины, у него, кроме этого, еще есть интерес в жизни. И мы надеемся, что он культивирует их и взращивает слушающим Абадотом, повторяя святое имя, поклоняясь божествам, проповедуя. Мы ожидаем, что речь идет о такого рода мужчине. Если этого всего нет, то тогда это уже другая тема. Вот. Мы говорим сегодня о Вашнадской семье. О семье тех, кто планирует духовный прогресс. Для кого цель развития хавы, любого вовлечения к Кришне, является целью жизни. При этом, такой практикующий предатель, он может обнаружить в своем сердце интерес к женщинам. Но его жена будет защищать от расширения твоего интереса. Помогай ему в его духовной жизни. Заботясь о нем. Каким образом она будет защищать его? Не бойтесь перебрать с нежностью. Не бойтесь перебрать с заботой. Это то, чего очень сильно не хватает мужчинам на самом деле. Считается, что они очень сильные. На самом деле, каждый из них страдает комплексом неполноценности. Дорогие жены, пожалуйста, поддержите своих мужей. В особенности в сознании Кришны. Мужчина в сознании Кришны получает еще один дополнительный повод сомневаться в своей силе. Он обнаруживает, что он слабый, предный. Мужчины этого мира, они обнаруживают свою слабость постоянно. Я недостаточно богат, я недостаточно влиятельен, я недостаточно красив, я недостаточно привлекателен. У меня маленькая зарплата. Мужчины страдают от этого. И женщины, разумные женщины будут поддерживать их. Говорят, ты как раз тот, кто мне нужен. Все в порядке, ты как раз тот, кто мне нужен. И тогда мужчины думают, ну да, точно, я в порядке. Таким образом она вдохновляет его. Почему в Шакре имели много жены? Представьте себе, целый хор поет тебе о том, что ты сильный. О том, что ты крутой. И в Шакре действительно имеет это настроение. Каждый мужчина требует, ожидает, что жена будет ценить его за то, что он делает. Каким образом вы будете проявлять нежность? Благодаря мужу за то, как он о вас заботится. Возможно, вам хотелось бы получать цветы не только на 8 марта, но и почаще. Но благодарите даже за это. Заботьтесь. И тогда мужчина будет проявлять лучшие качества. Мне могут возразить. Я уже слышу эти возражения. И жены говорят, я это делал вам. Я делал это долго. Но ничего взамен. Я не чувствую отдачи. Делайте, продолжайте делать. Но попробуйте понять, чего он хочет. Попробуйте понять, как он хочет ощущать вашу заботу. Не так, что вы заботитесь о нём так, как вы хотите заботиться. Попробуйте понять, как он там хочет. Очень быстро вы получите взаимность. То же самое касается и мужчин тоже. Просто мы не интересуемся друг другом. И даже проявляя так называемую заботу, мы проявляем эгористическую заботу. Я буду заботиться о тебе так, как я считаю нужным. И это не любовь. Любовь означает, я буду заботиться так, как ты ждёшь меня. Как молодой девушке выйти замуж за преданного, если работа отнимает основное время и силы. И поменять её пока не предоставляется возможным. Спасибо. Я не скажу, что знаю какой-то особый хитрый приём, как этого достичь. Но, что совершенно точно, может быть вас это немножко удивит. Но, на самом деле, вы должны просить у Кришны об этом. Просите Кришны об этом. Что нам остаётся делать. По второй песне Бабу там говорится, что если человек свободен от материальных желаний, или не свободен от них всё ещё, всё равно он будет обращаться к Нарайне. А к кому же ещё? Конечно, есть смысл также обращаться к каким-то старшим предным, опытным предным. С тем, чтобы они помогли решению этого вопроса. Попробуйте это. Попробуйте приинтересоваться о существовании таких предных в вашем регионе, в других регионах. К сожалению, эта культура не развита пока в нашем движении. И для меня, честно говоря, это один из таких источников недомогания. Видимо, придёт время, когда будет написана какая-то книга о великой героической участи Матаджи в сознании Кришны. Разные главы будут в этой книге о том, как они выходят замуж, о том, как они живут в семейной жизни, о том, как они терпят семейную жизнь ради Кришны. Как они растят детей, как это сложно среди общественных материалистов. И такая книга ждёт своего гениального автора ещё. Наши Матаджи, конечно, нуждаются в защите, в особой защите. Вот поэтому, как выйти замуж за предным? Попробуйте воспользоваться помощью каких-то старших преданных и молитесь Кришны об этом. Не надо стыдиться этой, так называемой материальной, материального желания. Стыдитесь того, чтобы удовлетворить его это желание не так, как его хочет Кришна. Похоже, вопрос, как помочь предным, желающим создать семью, найти друг друга, но при этом стесняются обращаться в Вашеновскую службу знакомств. Могут ли в этом помочь наставники и лидеры Павел? Да, дорогой Павел, конечно, нужно попытаться во всех направлениях. Могут ли в этом помочь наставники или лидеры? Надеюсь, что могут. Надеюсь, что могут. Хочу верить в это и надеюсь на это. Не гарантирую, но попробуйте. Не сидите, сложив руки. Пожалуйста, обращайтесь к наставникам, конечно, к старшим преданным в своем регионе. Смиренно просите помочь в этом. Напоминайте об этом один раз, другой, третий. У лидеров, может быть, много проблем помимо этих, но напоминайте смиренно им об этом. Включите Кришну в сферу своих интересов. Пусть он будет третьим партнером в этих отношениях. Кришну будет действовать ради вашего блага. Конечные санкции за ним. Признайте его в верховное положение и доверьтесь ему, просите его об этом. Кроме всего прочего, это чудесный духовный опыт. Обращение к Богу. Будет ли в рамках всего общества проводиться программы «Подготовка к семейным отношениям», «Семейная жизнь», «Общение вайшнавских семей для сплочения общины». Думаю, что будет. Поскольку все-таки существование комитета по семейным делам провозглашено. Такой комитет существует. Это означает, что этот комитет также будет работать. Определенные шаги уже сделаны. И какие-то усилия в этом отношении образовательные происходят в регионах. В частности, я слышал, в Поволжском регионе. На новогодние праздники было несколько семинаров. Специально для семейных предных. Существуют специальные программы в отдельных ядрах. Несколько программ прошло в Барнаульской ядре. По семейной тематике. То есть, это направление проповеди должно стать еще одним из приоритетных направлений для наших лидеров. И уж если мы говорим о заботе о предных, то, конечно, это часть такой заботы. Вот одна из главнейших частей заботы о предных. Помощь в организации семей. Помощь в поддержании семей. Само по себе это сильный проповеднический такой момент. Когда непредные увидят крепость наших семей. К настоящему возвышенное отношение к наших семьях. Когда они увидят прям спевающих детей в наших семьях. Это сильнейшая проповедь. Поэтому, конечно, мы не должны наивно полагать, что дела семьи не имеют отношения к предному служению. Это просто уступка маме. Ачайи называют все эти обязанности конственным предным служением. В том случае, если они выполняются как по отношению к Кришне. Кришна говорит, если ты не можешь следовать правилам и предписаниям бхакти йоги, тогда работай для меня. Так ты достигнешь совершенства. Работай для Кришны. Предлагая Кришне свою обусловленность. Исполняя обязанности. Исходя из своего обусловленного положения. Исполняя их как по отношению к Кришне. Кришна говорит, так ты достигнешь совершенства. Есть вопрос? Сейчас задаю вопрос. Молодцы, которые стали митиняющими преднами, митиняющими преднами. Они живут в таких местах, где не преданные, которые могли бы воздействовать на мужа. Так часто этот вопрос отвечает. Это семейный факт, который могли бы показать хороший пример. То есть они один на один остаются в ситуации, когда они очень преданные и они очень сильно страдают. Есть один случай, когда она уже получила программу монтру. И духовный учитель сказал, что нужно собрать не мужа, а муж в рожевом монтру. Она спрашивает, как и люди. Прежде всего сразу надо сказать, что каждый такой случай это индивидуальный случай. Он должен рассматриваться достаточно подробно, исходя из конкретной ситуации. Много деталей существует. Много нюансов. Похожая ситуация была в одной ядре. Я снова и снова говорил этой матерже. Вы заботитесь о своем мужем. Пожалуйста, заботитесь о нем во всех отношениях. Она говорит, я это и так делаю, так долго. Но никакого продвижения, никакого, ничего. Вот. Но, немного пообщавшись с ее мужем, я понял, что, хотя она вроде бы и на самом деле заботится о нем. Но он чувствует, что все это делается не в том настроении, как бы. Все это делается в пику ему. По настроению мужа надо понять. Муж, представляете, он прожил несколько лет со своей женой. С этой женщиной, которая считает своей. И вдруг приходит какой-то другой мужчина, чье изображение она устанавливает у себя в квартире. И этот мужчина говорит ей о том, что он не должен заниматься сексом с ним. Такая ситуация. Так и так смотрит на вещий муж. Так и оценивает ситуацию мужья неприятно. У них просто забирают то, что им принадлежит. Ситуация непростая. И она может как бы вызывать улыбку, но, по крайней мере, на самих матерях. И все-таки, каков выход? Выход таков, что она должна следовать за мужем. Но по-настоящему. Не изображая это внешне. И внутренне все равно он чувствует, что она не моя. Она не моя. Она все это делает, чтобы просто не молчал. Это особая культура, конечно. Я не знаю, в нашей истории похоже, как женщина не воспитывается. Такова, например, была сестра Шелкрупада. Он рассказывал о ней, что она прожила жизнь с непредным мужем. Она была инициирована в артисканте Серсвати. И она прожила с непредным мужем. Готовила и ничего попало там. Но он говорит, что в конце жизни он плакал. Поняв, с кем он прожил всю жизнь. Знаете, в нашей культуре это как-то не развито. Принятие своей доли. Мы не готовы принять свою долю. Западные люди борются за лучшую долю. Может быть, у меня мог бы быть лучший муж. Почему она должна сидеть с этим? Может быть, у меня могла бы быть лучшая жена. Почему она должна терпеть ее? Мы не умеем принять свою жизненную долю. И предаться Кришне в этой ситуации. Мы все думаем, что нужны условия какие-то для предания Кришне. Нужно сменить мужа или жену. Нужно переехать в другой город. Нужно переехать в другую квартиру. Сделать ремонт. Вот тогда предамся Кришне. Но так и проходит. Время проходит, проходит. Но поскольку нет этой решимости, то ничего не меняется. С другой стороны, если на самом деле мы в состоянии принять ситуацию смиренно. И исполнять свои обязанности в предном служении, то тоже Кришна начинает влиять на нашу судьбу. Кришна говорит, не страшись ничего. Просто предайся мне и я защищу тебя от всех. Беспокойся со стороны кармы. Но у нас позиция другая. Я создам условия для предания Кришне сначала. И потом предамся. В такой ситуации ничего не меняется. Этот момент предания должен существовать прямо сейчас. Прямо с первого момента. У нас есть удивительное заблуждение о том, что предаться Кришне надо когда-то в будущем. Что сейчас я пока не могу предаться Кришне. Но я сделаю это позже. Но на самом деле предаться Кришне нужно с первого момента. Поэтому что можно посоветовать в такой ситуации? Нужно посоветовать принять свою долю. Муж должен понять. Вот в этой жизни мне вот эта вот жена положена. Все. Вопрос решен. Может быть мне бы и получше хотелось. Но вот она такая. Все. Не обсуждается больше. В этой жизни вот этот муж. Все. Прямо с ним и буду предаваться. Вот. Но наш ум он всегда колебался. Нет времени для того, чтобы предаться Кришне. Мы все время создаем условия для жизни. Вместо того, чтобы жить. Если Матыши не преданы и не хочет ей быть. Можно ли создавать семью? Но если вы планируете не счастливую семью, а продвинуться в сознании Кришны, то не стоит. Если вы просто планируете счастливую семью, то попробуйте. Но для этого нужно стать такой демоничной природой. Если вы тоже обладаете такой демонической природой, природой непредного, то возможно у вас получится неплохая семья. Вы проведете эту жизнь вместе, вы встретите закат солнца, взявшись за руки, и вы умрете в один день для того, чтобы родиться снова в материальном мире. Если такая программа привлекает вас, то, пожалуйста, можете жениться на непредной женщине, которая не хочет ей быть и не хочет ей быть. Но прежде все-таки попытайтесь точно понять, она точно не хочет быть при этом, или она просто не хочет, чтобы ей манипулировали, или она просто хочет убедиться в том, что она ценна для вас, или она просто хочет убедиться в том, что она доверяет вам. Я не думаю, что, как правило, женщины, к счастью, не очень разумны. И едва ли она оценила философию вишнализма, чтобы сделать вывод, что не надо быть предной. Скорее всего, речь просто о неразвитости ваших отношений с ней. Если она не доверяет вам лично, то она не будет доверять и сознанию Кришны, которым вы дорожите. А доверие рождается из того, что люди выполняют обязанности подношения друг к другу. Попробуйте также проконсультироваться с астрологом, что он скажет насчет совместимости. Это тоже важно. Но прежде, чем делать такой серьезный вывод, что кто-то не желает быть преданным, попробуйте понять, может быть, это как-то связано с вами. Только рядом с вами человек не хочет быть преданным. «Да». Вы сказали в предыдущем видео, но вопрос, что женщина вовсе выможена, но не имеет то настроение. Я бы хотела пояснить, то есть она делает вид, что она о нем заботится, когда она просто его как-то любит, как бы, что за настроение, как-то действительно такое должно быть, и как его можно приобрететь. Я хотел сказать, что это не что-то механическое. То есть сам факт, скажем, приготовления обеда и уборки в доме, он сам по себе, как бы, ну, это своего рода ритуал, правильно? Вот. И как всякий ритуал, он должен быть наполнен пхарой, для того, чтобы быть эффективным. Как, допустим, механическое повторение джака, оно имеет малую ценность, говорится, миллионы жизней вы можете повторять, так не достигнув прямо. Вот. Поэтому и семейные обязанности тоже, конечно, это, они являются, эти действия являются носителями определенного чувства, настроения, эмоций. И когда этого нет, то это чувствуется. Почему люди не принимают сознание Кришны? Просто они не доверяют преднакам. И нам нужно развивать доверие. Вот. И тогда они приятные будут принимать сознание Кришны, потому что они нам доверяют. Они доверяют, имеют опыт того, что мы их не разочаровываем в их ожиданиях. Вот. Они начинают верить. Допустим, как вот, скажем, жена будет заботиться о больному мужу? Ведь она будет желать ему излечения. Так. С таким чувством. Не так, что там будут швырять таблетки ему там, механически там, в чем-то равнодушно. Она будет желать, чтобы он выздоровел. Искренне он будет чувствовать это ее переживание, это ее беспокойство. Но если муж, то и сознание Кришны, то это тоже болезнь. Тоже болезнь. И с тем же чувством беспокойства она будет заботиться о нем. Как о том, кто недомогает, кто болен. Не так, что человек лежит с температурой у него гриппа. Она говорит, о, глупец, негодяй вообще. Взял, заболел. Вот она будет жалеть его. Человек заболел. Это нежность, это забота. Она будет правильно лечить лучше всяких таблеток. Но для этого, конечно, требуется широта души. И отсутствие эгоизма. Женщина учится этому в семье. Желательно, чтобы, конечно, с детства воспитывался такого рода характера женский. В нашей ситуации приходится учиться этому уже, может быть, в 20-30 или 40 лет. И это очень важно. И это очень важно. И это очень важно. Есть еще вопрос. Я вот его зачитаю, чтобы не писать. Он спрашивает тоже Матерже. Стоит ли составлять гороскоп, чтобы узнать о совместимости пары? Говорится, что вступить на духовный путь в гороскоп человек меняется. И стоит ли в этом случае прибегать к услугу настролога? Спасибо. Тот же вопрос. Вступить на духовный путь. Путь имеет начало, имеет продолжение, имеет конец. Поэтому, конечно, если вы уже находитесь в конце этого пути и вы уже срываете плод с лианой преданности в форме премы, то вы уже не зависите ни от чего. Но если вы в самом начале только делаете первые шаги, то вы относитесь к категории обусловленной души. У вас есть материальные желания различные. Помимо желания быть преданным, у вас есть куча материальных желаний, которые беспокоят ваш ум. И задача в том, как исполнить их в контексте духовной культуры. Поэтому авторитетные указания астролога очень полезны будут в этом отношении. Не так, что если я повторяю Хари Кришна, то мне астрология уже на меня не действует. Звезды на меня не действуют. Они перестанут действовать, когда мы будем повторять чистое святое имя. Но пока надо это учитывать. Поэтому самые общие рекомендации лучше получить. Самые общие рекомендации о совместимости. Это не что-то особо тонкое. Это самые общие рекомендации. Насколько вообще это мы совместимы. Утром на Багово вы говорили о том, что сердце должно быть отдано преданным, а родственникам непреданным предписаны обязанности из чувства долга. Но как быть с этой эмоциональной вовлеченностью, о которой вы говорите сейчас? То есть жена должна следовать мужу не формально, а искренне? Здесь нам говорится, что муж с ним не крепанным. Ну да. Эмоциональная вовлеченность и сердце – это разные вещи. Одна из обязанностей – это также эмоциональная забота. Есть физическая забота, но есть эмоциональная. Я говорил об эмоциональной заботе также. Она должна быть проявлена. То есть на уровне эмоций я проявляю эту эмоцию заботы. Я не просто руками готовлю обед и подаю его. Я проявляю эмоции при этом. И это чувствуется. Например, я прихожу, исполняю сыновний долг, я прихожу в дом родителей и говорю, «Дорогие папа и мама, с Новым годом!» И я проявляю эмоции при этом. Не так, что я как почтален, просто прихожу, приношу посылку с подарком и ухожу раньше. Это эмоции. И это обязанность. Это обязанность проявлять эти эмоции. Но когда говорится о сердце, говорится именно о ценностях. Что мне ценно в жизни? Чем я дорожу в жизни? Ради чего я живу? И когда мы вступаем во взаимоотношения с непредными, мы не должны допустить того факта, что то, ради чего живут они, станет нашим. Предный живет ради премы, говорится. Он живет ради любви к Богу. Для этого он живет здесь и как-то действует, дышит как-то, ходит, работает и так далее. Неприятные живут ради камы. И мы не должны впустить каму в свой сердце. Мы должны знать, что мы живем для Кришны. Мы хотим Кришну. И при этом исполняем обязанности в этом мире, в котором оказались по собственной воле, из-за своих неправильных действий. И теперь мы отдаем долги. Разумеется, все это лишено смысла в том случае, если мы халатно относимся к исполнению духовных обязанностей. Все эти разговоры лишены смысла, если мы не стремимся внимательно повторять ситуацию. Если мы забыли о том, что нужно серьезно читать книжную пропаду. Если мы забыли о том, что важно общение с возвышенными преданными. Если мы перестали искать Кришну. Тогда Сия превращается в темный колодец семени жизни. О котором говорится Шима Бхадоса. Но важно поддерживать в сознании Кришну. С помощью этих простых, но регулярных действий. Которых мы называем Садхом. Наша встреча подходит к концу. Я еще раз хочу сказать, что этот разговор – это просто обмен некоторым опытом пребывания в движении сознания Кришны. Пребывания в статусе семейного человека. Это просто обмен опытом того, как наставления Шилупа Пады могут быть проявлены в нашей практической жизни. В конце концов, какой будет наша семья, зависит от нашего выбора. И этот выбор должен быть основан на разуме. Не на капризах ума, которые занят, как известно, просто выбором между приятным и неприятным. Этот выбор основывается на разуме. Но для того, чтобы разум был пробужден, необходима достаточно интенсивная духовная практика. Мы должны, как преданные, если речь идет о семье преданных, мы должны развивать себе видение этого мира глазами писания. Не через призму нашего воспаленного ума, воспаленного материальными желаниями. Шастра Чакшу – видение глазами писания. Это то, как видят мир преданных. Это другой уровень жизни, другой тип сознания. И, соответственно, другая семья, другие отношения. При этом могут сохраняться материальные желания, материальные привязанности. Но, как говорится об этом в 11-й песне Шима Бхагавата, такой предный будет с энтузиазмом продолжать свое предное служение. Даже несмотря на то, что иногда он оступается, он будет вставать, оплативать свои неверные действия и с энтузиазмом продолжать предное служение. Так живет предный, практикующий предный. Так живет Мадхим Атхикари, тот самый предный, который на самом деле очищается с каждым днем. Конечно, Атхикари не будет продвигаться. Заканчивая сегодняшнюю встречу, я хотел бы пожелать вам возвышенного общения. Возвышенного, вдохновляющего общения. И, прежде всего, конечно, общение с Ашилом Бхагаватой через его наставления, через его книги. И общение с теми, кто пытается искренне, искренне пытается следовать эти наставления. Такого рода общение открывает глаза на очень многое и даст ответы на очень многие вопросы. Как прогрессирует сознание Кришны. Как, живя в материальном мире, тем не менее, достичь успеха в преданных служениях. Развить настоящее влечение к Верховной Личности. Давайте мы попытаемся пережить этот личный духовный опыт этих взаимосношений. Мы за этим пришли в это движение. Ради этого эта жизнь и предназначена. Вот я желаю вам памятования об этой цели, чтобы эта цель не ускользала от нас. Чтобы мы не заменили эту цель какой-то целью низшего свойства. Не допустили этой непростительной ошибки. Оставайтесь со Шопарбадой. Попытайтесь понять наставление и настроение Шопарбады. И делитесь своим пониманием с другими преднами. Это то, как мы будем жить и продвигаться. В такой ситуации Кришна будет участвовать в нашей жизни. Кришна будет способствовать развитию предности, если мы его хотим. Кришна – это реальная Личность. Давайте впустим его в свою жизнь. В свою семейную жизнь. Давайте мы перестанем думать, что мой дом – моя крепость. Мой дом – это дом Кришны. Поэтому желаю вам впустить Кришну в свою жизнь. Пусть он будет вашим третьим партнером. Олег Кришну. Готов Venez. Продолжение следует...